Дом Потехина Дом Потехина Дом Потехина Дома эти расселяются по программе универсиады и по положению. На месте сноса домов нельзя ничего построить, кроме объекта благоустройства и кроме спортивного объекта. Понятно, что никакого трамплина, либо горно-лыжной трассы там вряд ли получится даже при всем как за желание. А объект благоустройства – это большой вопрос. Где взять денег? Кто будет его содержать? Как обслуживать? И не превратится ли он в обычный такой полузаброшенный уголок в центре города? То есть из одного заброшенного уголка в другой? Да. И самое главное то, что вот эта зона вся попадает в объединенную зону охраны объекта культурного наследия, где ничего физически нельзя построить. Можно только сохранить, либо восстановить. Значит, там есть собственник одного из зданий, именно дома, где, дом Потехина, где жил Лука. Значит, и он к нам обратился с предложением. А могу ли я рассчитывать для того, чтобы сделать проект о реновации всего квартала, что это вот потом вы мне передадите, и я буду это все нормально эксплуатировать? Да, есть определенные механизмы через исторический квартал. Понятно, это будет все через какие-то процедуры. Но сомневаюсь я, что выстроится очередь за этими объектами, потому что там нет какого-то большого и быстрого бизнес-проекта. По сути дела, есть какая-то возможность из этого? Уже зацепка. Уже зацепочка есть, да. И вот та концепция, которую презентовали буквально с главой города, дома, которые там существуют, они будут приспособлены под общественно-деловое назначение. То есть, в отличие, например, от других закрытых объектов, это будут общественно доступные места. Там, значит, где-то планируется картинная галерея, там планируются небольшие две или три гостиницы для того, чтобы там можно было, кажется, приехать. Планируется зона для культурного досуга. Там шикарная есть стена, которую можно использовать для какого-то там и маппинга, как говорится, и показа каких-то фильмов. То есть, что-то сопровождать, какие-то события. Вот, смотрите, мы прекрасно понимаем, что это дело не одного года. Не одного, абсолютно. Я сразу скажу, что раньше, чем года через два с половиной-три, мы ничего реально там не увидим. Мы только, дай бог, к этому году их расселим. Ну, по крайней мере, есть намерения, есть инвестор, есть желание. Ну, как-то, знаете, такой, вроде какой-то оптимизм. Если мы не будем думать на два-три года вперед, грош нам цена. Еще один вопрос об облике центрального района. Это ларьки. На Пененциал начались у нас ларьков. Ну, знаете, как-то так интересно. Это как-то, как зубы понаводергивали через раз. Там уже где-то на пустых местах машина паркуется. Где-то ларьки еще до сих пор работают, хотя говорили, что все вынесут. Когда все завершат? Что будет на этом месте? Ну, значит, машина нигде там не паркуется, на пустых местах. Там невозможно заехать. Как зубы повыдергивали, это нормально. Это значит для людей, для людей, тех, которые рядом торгуют и еще работают, это показатель того, что намерения у нас очень серьезные. И мы будем идти до конца, и мы не остановимся. Но заниматься вакханалией, как говорится, мы не можем. Мы работаем в рамках правового поля. У тех ларьков, которые там остались, у них есть определенные обеспечительные меры. Мы ждем решения судов. И, соответственно, когда решения судов состоятся, мы их будем выполнить. Я думаю, что они все-таки состоятся в нашу пользу. Эти ларьки будут демонтированы. С жителями мы встречались. Они тоже просят сделать там зеленую зону, высадить газон, высадить деревья. Деревья крупномеры, чтобы все-таки они каким-то образом защищали от довольно-таки оживленной улицы Карла Марса, шлой дом от пыли, от шума. То есть там не будет никаких еще торговых точек? Никаких парковок, ни торговых точек там не будет. Будет тротуар и зеленая зона. Ну что ж, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Дмитрий Дмитриев, глава центрального района, был у нас в гостях. На этом все на сегодня. Программа «Итоги» уходит в отпуск. Так что увидимся в первое воскресенье августа. С вами был Диан Ермешев. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok